Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. Сегодня мы будем говорить с вами о глобальных проблемах. Но прежде всего, перед началом нашей работы, ответьте, пожалуйста, на вопрос, что вы знаете о глобальных проблемах человечества? Что вообще значит данное словосочетание – глобальная проблема? Из уроков истории, географии, биологии – вы знаете, что глобальные проблемы человечества – это такие неразрешимые на сегодняшний день вопросы, которые затрагивают как человеческое общество, так и природу в целом. Причем будущее всех людей и наше достижение в науке, технике, праве, морали напрямую зависят от разрешения этих глобальных проблем. Давайте прочитаем значение словосочетания «глобальная проблема» на английском языке. Итак, глобальная проблема – это любая проблема, которая негативно влияет на мировое сообщество и окружающую среду. Это может быть экологическая проблема, политический кризис, социальная проблема и экономический кризис. А какие именно проблемы относятся к глобальным? Что вы знаете про список? Про название данных глобальных проблем. Давайте перечислим их. На этой странице вы видите 8 картинок и 8 новых слов в соответствии с сегодняшней темой. Давайте прочитаем и переведем данные слова и обсудим значение каждой глобальной проблемы. Итак, начинаем. Война. Война. Поверти. Бедность. Фэмин. Голод. Глобальное потепление. Эндэнджер спешивес. Вамирающий вид животного или растения. Полушен. Загрязнение. Бездомность. 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 Чайлд. Лейба. Детский труд. Использование детского труда. You have to write these words into vocabularies. Вам необходимо переписать данные слова в свои словарики. Write them down into vocabularies. Давайте посмотрим на эти картинки. Ответьте на вопрос. Что это? Вооруженное столкновение между двумя или более странами или группами или группировками. Война. Я думаю, картинки очень красноречиво подсказывают нам значение каждого слова. What's this? Что это? State of not having enough income for a person's basic needs. Состояние недостаточного дохода для удовлетворения основных, базовых потребностей, нужд человека. Поверти. Бедность. Повсеместный дефицит продовольствия, вызванный несколькими факторами. Фемин. Голод. The next picture. What's this? Что это? Agroidal increase in world temperatures. Постепенное повышение мировых температур. Повышение температуры на поверхности планеты Земля. Global warming. Глобальное потепление. The next. What's this? Что это? A species that is very likely to become extinct in the near future. Вид. Ребята, животного или растения, которое с большой вероятностью вымрет в ближайшем будущем. То есть исчезнет в ближайшем будущем. Endangered species. Вымирающий вид. Животного или растения. The next one. What's this? Что это? Damage caused to water, air, etc. By harmful substances or waste. Ущерб, причиненный воде, воздуху и так далее, вредными веществами или отходами, или мусором. Pollution. Загрязнение. Загрязнение. The next picture. What's this? Что это? A state of being unhoused or unsheltered. Состояние бездомности, незащищенности. Отсутствие дома, чувства комфорта. Отсутствие чувства комфорта. Homelessness. Бездомность. Отсутствие жилья. The next picture. What's this? Что это? The exploitation of children through any form of work. Эксплуатация детей посредством любой формы работы. Любого вида деятельности. Child labor. Детский труд. Использование детского труда. The next exercise is exercise number two. Следующее упражнение. Упражнение два. Let's read the texts. Let's read them, translate and match them to four of the pictures, to four of the new words. Давайте прочитаем данные тексты. Переведем. И соединим с картинками, которые вы видели раньше. Определимся, какую именно глобальную проблему человечества описывает тот или иной текст. So, the first text. Our planet is getting hotter and hotter. This causes changes in climate. Sea levels are rising. Ice caps are melting. Animals and plants are dying. If we try, we can reduce the greenhouse gases that we put into the atmosphere, which make the earth warmer. We can save on electricity by turning off the lights when we don't need them. We can also save energy by taking the bus, riding a bike or walking. Every little bit helps. Наша планета становится все горячее и горячее. Это вызывает изменения климата, уровень моря поднимается, а ледяные вершины тают. Животные и растения вымирают. Если мы попытаемся, то сможем сократить парниковые газы, которые мы выбрасываем в атмосферу, что нагревает землю. Мы можем экономить электричество, выключая свет, когда он нам не нужен. Мы также можем экономить энергию, пользоваться автобусом, велосипедом или ходить пешком. Text B В некоторых странах проживает слишком много людей, чтобы их накормить. Дожди не идут, поэтому урожай не может вырасти, и животные гибнут. Странам следует помогать, отправлять еду, инструменты и другие вещи, чтобы этим людям жилось лучше. The next text. Text C В некоторых семьях все должны работать, иначе не будет хватать еды. Правительствам следует поддерживать такие семьи. Им следует также учреждать школы, чтобы дети получали образование, которое поможет им найти работу, когда они станут старше. Среда обитания животных разрушается. Многие люди охотятся, даже когда им это не разрешено. Правительствам следует защищать территории, на которых живут животные. А охотников следует отправлять в тюрьму. Итак, ребята, вы прослушали четыре текста. И нам необходимо определить, о какой именно глобальной проблеме человечества идет речь. Я думаю, что текст A описывает такую глобальную проблему человечества, как глобальное потепление. Говоря про второй текст, про текст B, я уверена, что данный текст описывает голод. Текст C описывает использование детского труда. И я думаю, что текст D, в тексте D, речь идет про вымирающие виды. А в данном случае речь идет про вымирающие виды животных. Давайте сравним наши ответы. Мы правильно с вами выполнили задание. Давайте сделаем следующее упражнение. Вы должны прочитать тексты еще раз и определить, правильные ли следующие утверждения, или они неверные, то есть ошибочные. Если утверждение верное, то рядом нужно поставить букву T. Правда. Если утверждение ошибочное и не соответствует информации в тексте, то рядом нужно поставить букву F. Я помогу вам. Я переведу данные утверждения. Первое. Первое. Мы не можем уменьшить парниковые газы. Второе. Третье. В мире много еды. Третье. Правительство следует оказывать помощь, поддержку бедным семьям. Четвертое утверждение. Дети должны получать образование. Пятое утверждение. Среда обитания животных не разрушается. И последнее. Шестое утверждение. Охотники являются причиной того, что виды вымирают. Итак, это упражнение будет вашим домашним заданием. Спасибо за вашу работу. Я желаю вам хорошего счастья и доброе утро.